Но эти ребята по-любому смогут отжать очки и где-нибудь занять место в середине таблицы. Ну и возможно они зажмут очки у Сикрет. Кто знает, во всяком случае пока что они забирают Никс Ассасина, который сегодня уже приносил им успех и смотрелся очень хорошо. В их команде Слардар опять скорее всего отправится на четвертую позицию. У Сикретов есть Террорблэйд, Эмберспирит. Насколько я понимаю, это либо саппорт Виндрэйнджер, либо это Виндрэйнджер в офф-линии от Кезу. Я вот честно говоря не помню, как Сикреты играли с ней. По-моему как раз она шла в офф-лейн. И такой необычный пик, потому что Виндрэйнджер у нас появлялась не так часто. ОД прямо сейчас. ОД против ТБ. Да, как вариант. Ну и Элемент мы видим, забанили Энигму и Омни Найта, которые в общем-то работали для Сикрета и много заработали уже на этом турнире. И напомню, что нам осталось три игры на первой линейке, ну и вообще три тура на сегодня в европейских квалификациях. Следующие два матча будут посвящены команде Берс, которые с одной стороны имеют статистику 3-0, но с другой стороны пока что не обыгрывали действительно грозных соперников. И как раз им предстоит сыграть с Клауд Найн и Лайнс, которые пока что идут достаточно высоко и являются основными конкурентами команды Берс. Фантом Ассасин от Элемент Спро Гейминг. Под Слардара может неплохо своими кортиками раскидываться, прыгать на ТБ. Но честно говоря, Фантомку я сегодня не помню вообще ни в одном регионе, может быть где-то она конечно и была. Не знаю, как она здесь вообще оказалась, что их побудило. Ну, скорее всего решили со Слардаром скомбинировать. Но вот как это зайдет против ТБ, у которого огромное количество армора, у которого есть Сандер. Мемасики, да. Мемасики пошли. Тим Берсо также отправляется в бан. Элемент Спро Гейминг остается героя на мид, в то время как Сикретам нужен еще один суппорт. Причем, ну такой суппорт на линию к ТБ, который поможет ему себя чувствовать комфортнее. Это Сларк для Элемент Спро Гейминг и незамедлительно Брудмазер. Вот это пик. Кажется, Виндрейджер все-таки пойдет на саппорт позицию. Бруда у нас внезапно заезжает в драфт. И мы видим, что у героев Элемент, ну пожалуй только Сларк стоит хорошо против Бруды. И то, если Сларк успел получить себе хороший уровень. На первых ловелах Сларк чувствует себя против Бруды. Не так здорово. Необычный драфт от Team Secret, мягко говоря. И решили они нас чем-то удивить в отсутствии мнена этой Энигмы. Ну и Элемент Спро Гейминг в очередь. Также показывают героев, которых мы раньше не видели. Например, Фантом Ассасин. Ну на этих квалификациях, конечно. Ну что ж, и самое время врываться в игру. Главный вопрос это линии. Сейчас борьба пойдет с высокой долей вероятности именно за линии. Бруду постараются поставить наиболее выгодно. В свою очередь пытаются этой Бруде всеми силами помешать Элемент Спро Гейминг. Так, видим, что Эмпи забирает Террор Блейды. Пока что отправляется вниз. Пупей будет играть на Баунти Хантере. Все-таки саппорт Виндрейджер от Пайлайдай. А Кизуз достается в Бруда. И Мидван на Эмбере. Бруда отправляется в хард-линию. Сразу ставит сеточку. Может быть готовится расставлять варды. Один центрячок есть для того, чтобы разбить центры вражеские. Ой, сейчас будет весело. Миджи занимает позицию на хайграунде снизу. Гоги будет контролить руну. Не совсем пока понятно, как вообще против Бруды будут играть. Но, видимо, триплу поставятся с Ларком. Ну, сейчас они нам деются на то, что они смогут втроем ее забрать. Если получится подцепить Телекинезом, Паунсом или Станом Слардара, то она умирает. У него щитка нет. Она не выдержит урон. Но если Хизу каким-то образом дофармит себе четвертый или пятый уровень, то на этой линии можно будет вешаться, пока Сларк не возьмет шестой. Все-таки и Рубик, и Слардар этих пауков не убивают за прокаст. Поэтому что делать? Ставить сразу агрессивные варды. На этой линии также будет Пупей, который заранее покупает тебе щит бомжа. Выходит на эту линию. Вот с этим щитком Пупей сможет бодаться с саппортами. Его как раз будет забрать проблематично. И сразу назревает вопрос. Как себя будет вести Бруда? Она, по идее, будет стоять сзади. Ой, прошу прощения. Сейчас. Свифт Эндинг встречает крипов. Да, Бруда пока что вжидает момент. Ставит вторую сеточку. Свифт Эндинг начинает тихонечку фармить. Но здесь же появляется Пупей. Пупей со щитком. Пупей действительно очень прочный. Много армора имеется. Подходит Кол. Подходит Леброн. Начинает бить Пупея. Но сюда же подтягивается Пайлайдай. У нас трипл линия с Брудой. Не часто такое увидишь. Честно скажем. И на нижней линии. Эмпи уже активировал форму. Стоит он против мяча. Ну, достаточно неплохая линия для Террор Блейда. Здесь должен он добивать своих крипов. Особенно вот вначале активировал форму. Для того, чтобы получить какое-то преимущество. И потом уже пойдет по накатанной. Может будет эту форму подрубать по кулдауну. Гоги на центральной линии. Пока что у него крепстат не самый лучший. Мидуан его переигрывает. Мидуан вообще мы сегодня отмечали в отличной форме. Находится. Чувствует себя очень-очень хорошо. Так. Ну и саппорты команды Сигрет решают оставить Бруду на некоторое время в покое. Ну, вернее оставить ее в гордом одиночестве. Так как чувствует она себя хорошо. Сентриков я не вижу у команды Элемент с Про Гейминг. Только вот один и поставлен как-то очень-очень далеко от Бруду. Нет. Возвращаются Сикреты. Коул получает пауэршот. Могут сейчас его забрать. Отбрасывает на Виндрейнджер. На Апупе идет дальше. Но Коул прогрызает елочку. И становится подвышкой. Леброн. Также потерял много ХП. Но, по-моему, саппорт и Сикрет здесь разобрались с саппортами команды Элемент. Бруду оставили. Соло стоит против Сларка, что также выгодно Сикрет. На центральной линии мы видим, как Мидван уже залез куда-то за вышку. Прессингует Гоги. Но на первых левелах, я думаю, что Эмберспирид значительно сильнее, чем Фантом Ассасин. Очень хорошо ее прожигает магией. Ну и на нижней линии MP1.5 против Никс Ассасина 8.0. Также идет с легким опережением. Что очень-очень хорошо для Сикрета. По всем линиям они доминируют. Да, ТБ будет стоять снизу. Как бы Никс Ассасин не старался его пробивать, ему будет пробивать крайне тяжело ТБ, у которого 13 арморов. В этот момент сверху Баунти Хантер, в этот момент Винд Рейнджер. Они стоят и, как мы уже видим, они в разы сильнее, чем саппорты команды Элеменс Про Гейминг. С одной стороны, это Баунти Хантер, у которого щит бомжа. И он идет в наивыгоднейший размин против того же Слардера и Рубика, если начинает очковаться. А с другой стороны, это Винд Рейнджер, у которого пауэршот наносит 180 урона. Если заходит в первую цель. Да, не так уж плохо для нюка первого уровня. Не так просто попасть, конечно, но зато если попадаешь, то ты на коне. Пупей пока сверху все хорошо. Решил забрать Баунти номер один. Ну это вообще уже получается даже Баунти номер два, потому что они своровали и сверху руну Баунти, и сейчас он еще ворует руну Баунти. Ему прилетают... Что там прилетело? Я не рассмотрел. Может быть, Кларити? Ну и сейчас он плавненько перетягивается вверх. Сверху уже его ожидает Бруда, в которой, кстати, четвертый уровень и имеет Соринг. И на месте Рубика и Слардера было бы здорово попробовать дать получить Сларку шестой и ни в коем случае не воровать Экспиренс. Иначе на этой линии возникнут большие проблемы. С пауками бороться можно будет. Пробовать через Дарпакт. Можно будет пробовать через Дарпакт просто убивать крипов, и после этого убегать. Курьер. Видел ли его Пупей? Нет, не видел. Не видел и не сможет его забрать. Фантомка приносит себе. Возможно, Анфласочку привезла себе. Потому что Мидван уже здесь достаточно серьезно над ней доминирует. Ну хотя нет, по крипам, в принципе, более-менее равная ситуация. Закидывает и в него Гоги. Подходит Пайлайдай. Сиринг Чейнс, но какой-то мисплей небольшой получился. Шеклшот вообще непонятно, куда полетел. И ничего не удается здесь провернуть команде Сикрет. В это время Бруда продолжает развлекать Сларка. Она выгоняет с линии Слардара, у которого есть некоторые трудности с тем, чтобы убивать Пауков. И пока Сларк потихоньку, полигонечку, но уровень получает. Очень скоро возьмет шестой. Мидван. Все на кулдауне у Мидвана. Получает стан, дабл демодш у Слардара. Сиринг Чейнс, но в этот момент его поднимают. И Мидван отдает First Blood. Отличная игра от Леброна и Гоги. Разобрались они с мидером команды Сикрет. Ну и здесь подфидел. Но мы помним, что Мидван, по-моему, и не в первый раз уже ему вот так вот начинать. И вообще Сикретом не очень хорошо начинать игру. Но потом они свое обычно берут. Правда, сверху, конечно, у них... Ну просто шикарная ситуация. Бруда фармит леса. Она заставляет Сларка фармить под вышкой. Он здесь добивает далеко не всех крипов. Плюс начинает немножко терять хп. Бруда же забирает 100% крипов. Еще и крипов из леса. И еще и поддерживает ее здесь пупи. И в случае какого-то выхода суппортов они легко сделают фраг. Она не позволяет саппортом подойти. И саппорты вынуждены довольствоваться тем, что они забирают крипов лесу. Но делают это крайне медленно. Да, и вдвоем. То есть сильно теряют... Сильно много времени теряют. Медасик будет у бруды. MP. MP взял себе перчатку. Будет делать пауэртретс. Уже начинает фармить леса. Фармить леса он достаточно быстро. Хороший урон с руки. Есть топорик. Пайлайдай выходит, ставит вард. Видит Рубика. Рубик не имеет никакого понимания о том, что здесь стоит вард. Он не видел виндрейнджер. Да, тут тоже вроде бы варды нету. Какая-то красная точка. Нет, это Шрайм. Хьюз очень хорошо играет. Подводит паучков под вышку. Как только Сларк нажимает дартпак, тут же их выводит. Да, он с самого начала игры уже так делает. И тем самым разводит немножечко Сларка. Вот сейчас ни одного паука не отдает. То есть это очень важно. Можно Сларка очень сильно раскачать, если отдавать ему пауков. На нижней линии по-прежнему фармит мидж. Шестой уровень он имеет. Но у Терраблейда седьмой. У Терраблейда Нотворс повыше. Мидж здесь добивает далеко не всех крипов. И вот сейчас выход на МП. Шекл ни в кого не попадает. Стан, еще один крит. И забирают МП. Отличная игра от Элеменс. 2-0. Пока что они более или менее отвечают. У них, конечно, аврал на верхней линии. Но они совершенно правильно сделали. Так как их саппорты не могут воевать с Брудой, и они начинают помогать на остальных линиях. Ну, я бы сказал сверху, что, в общем-то, у Сларка уже начинается хорошая игра. Потому что он до Хизу начинает терять пауков. При этом с Вифтендингом он получил свой эксп. Он теперь может позволять себе, например, убегать за елочки. И, возможно, прямо сейчас нужно было делать ТП. Но его сейвит Сладдер. И все, в этот момент в Брудье будет с ним очень сложно тягаться. Осталось только купить Аквилу. Аквилу отдаст ему Манер Ген. Аквилу отдаст ему дополнительный армор. И пауки уже вряд ли с этим Сларком справятся. МП перетягивается, но его видят на Варде. МП также видел, что Вард упал. И знает о том, что соперник знает, что он здесь. Начинает просто подпушивать. Ну, секреты довольно часто так делают. Если у них МП умирает, он сразу перетягивается на сложную линию и забирает вышку вместе с оффлейнером. Да, но теперь момент следующий. Как бы слишком много внимания уделяли для Бруды. Именно ее суппорты. Они старались как-то ей помочь сверху, чтобы она могла фармить. И в этот момент слишком хорошо саппорты Элементс Про Гейминг смогли повлиять на ситуацию снизу. Они пришли, убили Трорбейда. И Никс Асси начал его догонять. Так, нашли Рубика. Минус даст. Ну да, здесь видели, что Баунти Хантер забрал руны. Но слишком долго думали, и Баунти Хантер уже успел отсюда уйти. Сверху продолжает МП подпушивать. И делает это достаточно неплохо. Уже Тр-2 тут падает. Сларк не может навязать борьбу. Нужно ему, чтобы подошли тиммейты. И тиммейты подходят аж в количестве трех штук. Ну и улетает отсюда Никс. Перетягивается на центральную линию. Здесь Гоги. Это странный стан от Мича. Гоги немножко пробил Эмбер Спирит. Но в итоге слабенько. ТБ потратил много времени. ТБ форму не до конца реализовал. ТМБ ставится вверху. Рубик начинает спамить своим спилом. Сларк прямо сейчас готов убивать пауков. Пауки в очередной раз отходят. Трудблейд... Не, посмотри, наглый очень Трудблейд. Использует пауков в виде живого щита. Но форма заканчивается. Вышку не снесли. И теперь вопрос, куда пойдет Эмпи. А он просто продолжает дачу убить. Ты посмотри, какие они наглые. Да, Эмпи не занимать в наглости. Пупей ждет Курьера. Курьер спрятался. Курьера здесь не так-то просто найти. Но может быть сейчас. Самое время лететь на базу Курьеру. Чутье! Ай-яй-яй! Капитанское чутье. Нет, Курьер. Курьер попался. Пупей его здесь учуял и забрал. Никс Ассин в инвизе. Ждет, когда появится Бруда. Есть просветка. Видит Бруду. Видит Бруду. Пошла просветка. Виндетту не использует. Паунсом не попадает. Станом попадает. И есть шанс забрать Брудмазер. Отлично. Отлично сыграно. Свинтендинг наформляет килл. Но у кола проблемы. Кол не может справиться с пауками. Сларк пытается их подфармить. Но здесь слишком... Слишком они мобильные. Мидуан параллельно с этим забирает Леброна на сложной линии. Который пытался подфармить себе немножечко на Блинк. Есть у него Транквил и Виндлейс. И купил книгу на те деньги, которые были. Ну что, 3-2. Ну пока что, пока что, мне кажется, у Лемец не все так плохо. Нападение. Гоги на Пупея. Пупей без инвиза. Гоги идет дальше. Но сэвящий телепорт от Пайлайдая. Пока все плохо у Сикретов. Фантомочка, которая вообще, по идее, проигрывает Митэмбер Спириту. Ей нечем сбивать щит. Она идет с ним вровень. И уже хорошо. Сларк уже обгоняет Бруду. Это при том, что у Бруды есть Мидос. И при том, что Бруда снесла ему вышку. А он начинает лидировать. Ну а Никс Ассасин, он стоял в харде. Он получил свой левел. И прямо сейчас он будет сеять страх и разрушение на территории Сикрет. Слушай, Никс Ассасин прям козырная карта. И ПГ, правда, сейчас он прожал Виндетту на Варде. И прекрасно осведомлен у Эдуан. Потому что он будет где-то рядом. Прячется за вышкой. Здесь никак его не взять. Пайлайдай. Немножко как-то он выпал из игры. Последнее время не видели мы Пайлайдая. У нас весь экшен происходил на верхней линии. Бруда занимает вражеские леса. Начинает их активно фармить. Но Сларк, который взял уже свой уровень, он может эффективно бороться с пауками, как и с самой Брудой. Выходит на центральную линию. И МП пушит. Также пушит Кезу. Мидуан тем временем расправляется снизу с Леброном. Продолжается драка. Еще и цепляет еще одного. И сжигает Никс Ассасина. Мидуан оформляет даблкил. Ничего себе Мидуан там играет. Чем бы ни занимались Team Secret, Мидуан в любой момент приходит и спасает ситуацию. Он просто их тащит. Вообще в любой игре. Убивает соло двух героев. Притом эти герои сами там его искали и пытались забрать. Но не получилось. МП имеет маловато хп. Если сейчас вылетит крит, может оказаться в непростой ситуации. Но попадается. Колл. Колл выходит слишком далеко. Сандер на Слардара. Слардар остается очень мало хитпоинтов. Нужно уходить. Пайлайдай бежит до конца. Будет ли использовать пауэршот? Попадает пауэршотом. И только на стиках уходит здесь Слардар. Ну что, 12-ая минута. 5-3. Сикрет начинает давить. Пайлайдай. Цепляет его. Минус Пайлайдай. Гоги. Находит свой шанс. Также нету у Террорблейда Сандера. Можно идти за ним. Цепляю Террорблейда. Террорблейду нужно как-то помочь. Но никак ему здесь не помочь. Это минус Террорблейд. Неплохой ответ. Прошла просветка от кола. Но здесь никого уже нет. Вэшку не добили. Пару фрагов отдали Гоги. Гоги имеет 2800. Мне кажется, Гоги это один из немногих сейчас, кто может вытащить ЕПГ. Но у него герой подходящий для этого. Особенно там со Слардаром в комбинации. Слардар вешает Коррозив Хейс. Сверху летит Кортик. Да и кстати говоря, у Свифт Эндинга дела налаживаются. Ну как налаживаются. Он, как мы сказали, не особо просел в начале. Сейчас у него практически готов Шадоу Блейд. И с Шадоу Блейдом он сам пойдет охотиться на игроков Сикрет. Шадоу Блейд есть. И 12 уровень тоже есть. И 12 уровень. Да, Мидван пока что, конечно, только набирает свои артефакты. Но, как мы видели, он и без них справляется очень-очень неплохо. Бруда берет саблю. Выход на Мидвана. Мидван. Реакция. Реакция хорошая. Но там тяжело было Слардару. В любом случае у него еще нету блинка. Вот сейчас очень важный момент для элементов. Им нужно как-то оставить фарм для Слардара. И помочь ему набрать, нафармить на свой блинк-даггер. Это сейчас является одним из ключевых артефактов. Талончик ему нужен. Да, без талончика тяжело. Вот купи в прошлой игре. Взял талончик и выформил достаточно быстро. Да. При этом талончик еще и армор дает. А у Сикрет помимо вот. Находит Мидвана. Но здесь слишком много игроков. Тут находит в эрочку, в эрочку находит. Мидван, Карапасы! Мидван, Станчик и Мидвана забирают. Отличная игра от Элементс Про Гейминг. Следом MP. MP. Очень больно MP. MP разворачивается. Дает Сандер. Но дает Сандер в лоу-хпшную цель. И Гоги на лоу-хп пытается убежать. Но встречает Пупея. Пупея забирает его с помощью Доса. Отличный шекл от Пайлайдая. Маны больше нет. Нужно уходить. Хизу параллельно с этим забирает Рубика. Который что-то забыл на миде. Но неплохо. Все равно для Элементс они забрали двух кор-героев. А отдали кор-героя и суппорта. И как мы видим по золоту, они отыграли очень много. Да. Единственный герой, который сейчас существенно поднимается, это Бруда. Бруда на своей сложной линии уже имеет мидасик. Уже имеет сабельку. И 1500 голды сверху. Но из минусов то, что остальные герои крайне бедные. И допустим, возьмем ТБ. ТБ любит разгоняться. Он вроде бы разогнался. Он вроде бы забрал четыре вышки. А по результатам этих забираний он стоит ниже, чем тот же Фантом Ассасинк или тот же Сларк. И все, что нужно сделать Элементс про гейминг прямо сейчас, это пару раз удачно разменяться. Пару раз удачно разменялись. Выходим в Нетворс, чтобы у нас, ну как бы Нетворс был ровный. У них пока что у нас Секреты лидируют на 7000 голды. Но эти 7000 голды, это всего лишь вышки. Их возможно отыграть. Это вышки плюс Бруда, которая, ну что-то общее в этом плане имеет с Алхимиком. То есть она, как правило, опережает своего соперника по Нетворсу. Но ее боевые характеристики, особенно в глубоком лейтгейме, зачастую не самые эффективные. По сравнению с тем же Сларком, Фантом Ассасин. MP подпушивает вышки. Закидывает ему даггер. MP, конечно... Можно отдать, можно засейвить. Бруда далеко. Летит сюда Леброн. Бруду отпушили, у Сларка есть гейм. Ой, Леброн! Ой, Леброн! Но это фит. Это фит, да еще и по трекам. Поехал Сларк. Никс встанет. Встанет MP, но MP... У MP, кстати, кулдаун Сандера. Нужно забирать его здесь и сейчас. MP удается забрать Сларку. Параллельно с этим забирают Рубика. Мидуан остается без маны. Шекл залетает в митча. Митч привязан, ничего не может сделать. Митча забирают. Трипл килл для Мидуана. Ну и для Мидуана как-то все слишком хорошо в этой игре получается. 9-4 на Творса. У него еще толком даже боевых артефактов особо не было. Только Майл Штром. Но он целится в очень необычный артефакт для Эмбер Спирита. Это Шива. Не видел еще Эмберов с Шивой, если честно. Все бьются руки. Плюс Никс мана Берн дает. Нужна мана. Нужен реген. А Шива дает и ману, и армор. Против Сладера пойдет. Сларк должен нафармить уже был себе саблю. Также имеет гем, который ему купил кол, по-моему, да? Так, одну секунду. Леброн. Леброн. Леброн потратил на гем денег. Но у него все равно 700 золота имеется. Хотя Блинк свое он оттянул. Ну, видимо, решили, что Блинк не так уж и нужен. Пока есть Никс Ассасин, который может искать. Есть Сларк. Блинк чуть попозже. Сларк видит Бруду. Кезу. Ой-ой-ой, Кезу! Ну, как же так? Сларк сейчас не подцепил. Бруда очень хорошо через текстуры. Вовремя шагнула. Но это гарантированный фраг, который они упустили. Фантомка на позиции. Фантомка прямо сейчас палила, как Мидван на хосте бежит убивать своих союзников. Но при этом ее союзники почему-то толком ничего не сделали. В результате Леброн Дота погибает, но успел пасить минус армор на Папе. Зачем-то Эмпи дал Сандер на Папе и тут же уходит. В результате Папе умирает, а Эмпи не может присоединиться в драку. Размен в результате у нас один в один. Но в любом случае трек килл он и в Африке тоже трек килл. Пошел Даггер за паучком. Паучка забрали и один в один. Но учитывая, что Элементс Про Гейминг отстающий, Элементс Про Гейминг больше зарабатывает. Эмпи там, наверное, зарабатывает себе прибавочку к зарплате. Прямо сейчас, да. Подсейвил Пупея с Андером. Да, красиво, красиво было. Я думал, что кроме меня больше никто так не делает на коррете Рэрблэйдах, но... Только ты и Эмпи. Только я и Эмпи. Нападение на Никс Ассасина. Есть Карапаса. Гуляет. Слишком много загуливает, слишком много фидит по одному. Мич пока в этой игре, откровенно говоря, не доигрывает. Слишком много соло-смертей, учитывая, что ты хардовый Никс. Все-таки за тебя более-менее прилично дают. И надеется только на Гоги и на Свифт Эндинга. У Свифт Эндинга. Очень много денег. Но еще и Гемп из него выпадет. А это совсем не то, что нужно. Леброн. Леброн тоже пока как-то очень неудачно на своем Слордаре выбирает позицию. Его стараются зацепить первым, что абсолютно верно. Мидуан реакция. Да, при этом вместо того, чтобы пойти спокойно в лес дофармить, пока в его лесу нет брудмазер, там абсолютно чисто. Казалось бы, идей фармить с Талончиком, он вместо этого просто бегает на транквилтапках. И не может ворваться. Ну, видишь, как-то не гонится особо за этим блинком. То есть купил Геем, фармит довольно-таки мало. Талона до сих пор нету. Хотя вот снизу линия стоит, например. Ну, нижнюю линию оставляют Гоги, которые выфармливают себе БКБ. Сларк успевает прожать. Дарк Пакт успевает прожать. Шадоу Блейд и уходит. Сларка пока что поймать не удается. Посмотрим графики. Да, графики, конечно, ужасают. Секрет каким-то образом умудрется зарабатывать вот такое преимущество. Шесть вышек. Но оно продолжает расти при этом. А, треки? Треки, треки. Они и за счет треков. И в принципе, они большую часть карты контролируют. То есть, если мы внимательно посмотрим, что делают элементы с Pro Gaming. У них Слардар очень много передвигается, не фармит. У них тем же самым занят Рубик. У Фантомки хоть и много урона, но... Ну, по сути дела, только Сларк действительно может быстро фармить. Ну и Медасик Никс Ассасина. В то время как здесь, куда ни посмотри, все герои стараются что-то себе подфармить. И ВРка, и даже Баунти Хантер периодически бьет крипов. Заходят на Рошана, не контролят этот элемент. И отдают Рошану. Ну и ситуация немножечко подвисает для элемента. Вроде как, с одной стороны, они навязывают борьбу. Но с другой стороны, вот сейчас какая-то одна ошибка, и они могут лишиться линии. Потому что у них не осталось уже Тер-2 вышек. У них только Тер-3 и Святыни. Нужно Тер-3 свои защищать, чтобы Святыни стояли, чтобы иметь возможность перемещаться более мобильно. Более эффективно. Ну, пока Сикреты не запушили, можно побегать, позбивать Вардын. Постараться реализовать гем на Сларке. Но Сикреты сейчас всем своим видом показывают, что прямо сейчас нужно сначала стянуть соперника, побить немножко вышки, заставить вернуться Сларка назад и только после этого отойти. Вот отходят в свой лес, точнее вражеский лес и начинают там фармить. На месте Леменс Про Гейминг можно попробовать воспользоваться шансом, тем что формы пока нет. И дать еще пару минусов. Ну, по крайней мере, это их шанс. Как только форма откатится, ребята заваливаются на хайграунд и там уже начинается веселье. Пай Лай Дай. Ого. Ого. Пай Лай Дай. Мидасик. Красиво, красиво. Очень интересно играет Кизу. Он оставляет по одному паучку в нескольких частях карты и практически невозможно без Смока, без Инвиза как-то незаметно выйти. Гем есть. Я бы с Гемом сюда прибежал и все это убил. Блинк насладали. Смог и вот прямо сейчас успеть, пока форма не откатилась. 30 секунд есть. Надо восстановить немножечко ману. 30 секунд. Леброн восстанавливает себе ману, бежит за блинком, есть деньги на телепорт. Ну, в принципе, тпшится кроме шрайнов некуда. Нет, не успеют выйти до формы точно. 19 секунд и все еще на базе. Элементс про гейминг. Ну, вот, собственно, ответ на вопрос, почему же так много золота у Сигрет. Просто посмотрите, все бегают. Ну, сейчас они бегают в Смоках, но, в принципе, вся карта к их распоряжению. В то время как у Элементс все сидят на базе. Ну, так доту не выиграешь, если будешь сидеть на базе. Да, так действительно доту выиграть очень тяжело. Там три кэри героя. Они фармят. Там и вверх еще, в принципе, может подфармить. У вас гем, вы знаете, где нету вардов. Идите туда, где этих вардов нет, и убивайте. Свифтендинг передвигается на нижнюю линию. Да, кроме свифтендинга вообще никто не выходит. Все сидят, все боятся. Мидлан заходит, привязывает. Ой, как привязывает. Фантомке очень больно. Фантомка моментально падает. 52 секунды без нее. Мидлан ничего не боится. Залетает дальше. Практически минусует Рубика. Как же много урона у Мидлана. Есть Аегис. Бояться ему абсолютно нечего. Свифтендинг потерял кучу ХП. Ничего не сделал. Ну и кажется, мы близки к развязке этой встречи. 15-9. 24 минуты. 24 минуты. И все может закончиться здесь. И сейчас, если не отобьются элементы. Мидлан использует регенерацию. Все еще есть Аегис. Шекл попадает по мичу. Мичи могут забрать. Прыгает. Слардар дает стан. Но ни в кого не попадает. Разве что в бруду, которую пробить также не удается. Забирают Слардара. Забирают Никс Ассасина. Падает барак на нижней линии. Милишный. Рейнджовый. Сразу же перетягивается на центральную линию. Можно ломать его. Байбэк от Никс Ассасина. Тем самым еще меньше денег у него становится. Продолжают ломать у нас секреты. Ворует пауэршот. Колл. Но, по-моему, здесь пауэршотом особо уже делу не поможешь. Мидлан прыгает дальше. Поднимают его в воздух. Колл еле живой. Выбивают Аегис. Минус колл. Никс станет террорблейдой и кучей пауков. Кизу нажимает блэкинг бар. Прыгает на Кизу. Он делает пару ударов по крепу для того, чтобы отхилиться. МП. И очередной жертвенный Сандер прыгает на Мидвана. Мидван уже без Аегиса. Но Мидвана не остановить. Минус уифтендинг. Минус Гоги. Остается. Нет, Гоги еще живет. 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 Из последних сил живет. Неужели выживет? Выживет. Байбэк от Сларка. Но это минус две стороны. Самое время. Выкупается Сларк. Выходит на тропу войны. При этом у него на кулдауне Шэдоу Дэнс. У него на кулдауне даже Север Эйдж не может ворваться в эту толпу. Секретель спокойно отходит. Аккуратненько начинает захиливаться. Старается подловить Стардар. И Стардар, видимо, передумал их цеплять. И сказал, пойду-ка я домой. Пойду. Ну да, правда дома уже почти ничего не осталось. Но дома все равно лучше. Там хотя бы ближе фонтан. Да, вот какое-то такое у нас получилось. Быстрое окончание, скажем так. Хотя игра еще не закончена. Но если посмотреть на экономику, то здесь уже 30 тысяч до 30 минуты. По опыту тоже разрыв огромный. И герои Секрет все еще продолжают набирать свои артефакты. И становятся сильнее с каждой минутой. А Элеменсам крайне тяжело. Секреты очень круто ловят на ошибках. Вот видно то, что Элеменс про гейминг. Они вроде как нормально начинают. Там что-то у них есть. Проигрывали, проигрывали. Ну, учитывая, что им снесли 6 вышек, они проигрывали всего лишь 7 тысяч голды. Но потом буквально там какой-то один фейл. Или, например, Секреты забирает Aegis. И на этом все. Гоги просто выходят без БКБ фармить. Хотя, ну, этого ни в коем случае делать нельзя. Вы, по крайней мере, выходите одному. И тут его забирают. Забирают его, забирают всю его команду. Забирают в сторону. И это конечное. Вяжут Слардер. Слардер стоит. Было бы здорово дать ему еще пауэршот. Но Вэрочка не успевает. Врывается Эмберспирит с Шивой. Прямо в него вгрызается Никс Ассасин. И пока неплохо получается. Правда, в последний момент сейвит его Террор Блэйд Иш. И Эмберспирит пошел дальше. Эмберспирит пошел дальше. Забирают Рубика. Это пока что у нас размен в один в один. И хорошо то, что забрали Террор Блэйда. И, возможно, надо валить даже несмотря на то, что у Медвана есть ДД. Свифтендинг по нему работает. Свифтендинг его убивает. Это уже размен один-два. Более-менее получается здорово. При этом на Брудмазере висит минус армор. Нужно ее срочно догонять. Уже выехал Свифтендинг. Уже залетает дротик от Фантом Ассасинки. И Брудмазер также забирает. Вот вопрос. Вопрос. Что вам мешало вот так пойти в смоке подраться, когда Слардер купил Блинк? Почему вы сидели на базе? Почему вы так боялись? Если вы действительно могли. Но прямо сейчас вы ничего не можете, потому что у вас уже минус две стороны. И будет играть очень тяжело. Ну а Сикреты, я так думаю, если будут заходить, то, скорее всего, имея Айегис. Почему они не шли драться? Ну, конечно. Почему? Конечно, хороший вопрос. Мне кажется, ну да, он скорее ретрический. Мне кажется, МП стоит завязать с такими Сандерами. Ну, это, конечно, здорово, что он так сейвит тиммейтов и заботится о них. Но его вот сейчас убили, просто не потратив толком ничего. Просто он развалился из-за того, что дал Сандер в Эмбер Спирита. Тогда бы Эмбер Спирит развалился. Ну, Эмбер Спирит тоже развалился в итоге. А Эмбер Спирит пока по цене этого. Да, у него топовый нетворс. Ну, хотя, в принципе, уже его ценность сравнялась. Самая большая ценность его была в том, что у него был стрик из девяти фрагов. Этот стрик отдан. Смотрим на графики. Все равно, конечно, огромное преимущество, но чуть-чуть подсократили отставание. С двух сторон будет тяжело, но, может быть, какие-то призрачные шансы сейчас появляются. Фантом Ассасин имеет три тысячи. Интересно, что купит. Ну, сейчас, скорее всего, пора завязывать с этими врывами от Эмбер Спирита, где ты вынужден тортить Сандер, чтобы его спасти. И, скорее всего, нужно просто позволить ТБ бить в возвышенность, а в это время все остальные ребята стоят сзади. Ну, да, немножко заигрались, мне кажется, Сикрет. Уже поверили в то, что сейчас у них получится закончить эту игру. Но, думаю, что сейчас поступила команда. Вот они сейчас ломают святыни, которые не добили в прошлый раз. Вернее, которые стоило бы добить. Они пошли сразу атаковать. Может быть, подождут Рошана, а может быть, просто поаккуратнее будут атаковать. Как-то Эмпи будет стоять на большом расстоянии, бить вышки и не лезть на базу к сопернику. Кстати говоря, Рошанта появляется совсем скоро, и Сикреты его ждут. Сикреты знают, что он может появиться в любую секунду. Башер на Фантом Ассасин. Ну, неплохо. Тоже неплохо. Диффуз на Сларке. Против чего? Может быть, против Флэмгарда. Может быть... Ну, да, только разве что против Флэмгарда. Больше не вижу, что здесь можно задиффузить. Только если просто подзамедлить соперника он захочет. Ну, по-моему, еще Виндран диффузится. Ну, это, кстати, интересно. Если так работает, то можно Виндрейнджер спокойно убивать. Ну, и вот выход в смоках по таймингу. Ну, Мидван занимает отличную позицию. Видит на варде иллюзию. Мидван стоит, контролирует абсолютно все. Знает, что соперник идет сюда. Ну, и сейчас посмотрим Шекл. Не попадает. Мидван врывается. Мидван врывается очень хорошо в Блэкингбаре. Драться с ним нереально. Он слишком мобильный и не убивает. Тендинга убивает прямо в Шадоу Дэнсе. Идет дальше. Слардар дает стан. Кому не попадает. Мич пытается убежать. Но Шекл залетает от Виндрейнджер. Минус мич. Остается один Леброн. Гудгейм, пишет Гоги. И Сикреты уничтожают соперника. Ну, я... Что я могу сказать? Дим, ты говорил? Мидван отец. Он просто отец. Он выигрывает игру даже... Он, короче, выигрывает Сикреты в любую ситуацию. Он стоит на эмбире. Он палит всю смок-атаку. Он врывается в самое сердце. Он показывает своим союзникам, где же находятся враги. За счет этого позволяет... Трофблейд и Бродмазер выходят на передовую и начинают убивать. И Мидван в этой команде раскрывается... По-моему, как нигде он не раскрывался. Он даже так во Фнатиках не играл, как он в этой игре играл. В Фнатиках даже близко он так не играл. Действительно, отличная игра. И в этой игре он сделал действительно все. Начиная с даблкила на нижней линии против двух героев. Когда непонятно, каким образом вообще так получилось, что один Эмберспирит с травелами убил Никса Ассасина Слардара. И следом он всегда очень хорошо отыгрывал. Ну и конечная драка стала такой квинтессенцией Мидвана. Посмотри просто по урону, как там у него. Да, 24 тысячи урона у Мидвана. И это самый большой показатель. Это втрое больше, чем у любого другого.